Девушки отдыхают Сегодня наши предки благодаря приметам узнавали о будущей погоде. Если на ночном небе звезды ярко горят, то будет мороз. А коль тускло — оттепель. Ежели заря багряным цветом окрасилась, не миновать сильного ветра. Услыхали, как лес шумит или воробьи весело чирикают к потеплению. А какая же погода ждет нас завтра, 10 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. Медленный дождик идет и идет. Этой строчкой из стихотворения Марины Цветаевой можно рассказать о погоде в деревне Рукавичино Пачепского района Брянской области. На термометре плюс 2, осадки покидать деревню пока не собираются. Через пару дней и вовсе польет вместе со снегом. На 1 градус теплее в деревне Рукавец Невельского района Псковской области. Там за окном плюс 3 и без осадков тоже не обойдется. Однако впереди будут 2 дня передышки. Ни дождя, ни снега. Успевайте напитаться витамином Д. Не дошла зимушка еще и до деревни Новый Рукав Ржевского района Тверской области. Дожди не пускают. Там воздух прогреется до 2 градусов. Я у себя во дворе уже снеговика вместе с ребятней слепил. А у вас все дождит. Непорядок. Завалит снежком нынче. Жители деревни Рукавого, что в Большесельском районе Ярославской области. Градусник остановится на отметке плюс 2. Осадки не хотят прекращаться. Но на пару дней все-таки приостановятся. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие. Пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце. А в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова